Выходи Мы с самого начала моей профессиональной деятельности в этом направлении стали заниматься социальными проектами. В основном это были проекты, которые связаны либо с поддержкой творческих индустрий, либо с работой с молодежью. В основном с самого начала это была молодежь, которая увлекается уличной культурой и экстремальными видами спорта. Сама Наталья никогда на скейтах и роликах не каталась, но при этом была знакома со многими райдерами и уличными художниками. Каждая новая встреча с ними представляла собой симбиоз спорта, танцев, искусства. То, из чего складывается уличная культура, которая тоже нуждается в развитии. Мне с самого начала понравилось то, как ребята мыслят, их свобода, их независимость определенная. И я видела, что у них есть очень много инициативных ребят, которые хотели бы развивать эти направления. Но, наверное, не хватало какого-то организационного начала. И я как раз заняла эту нишу, подтянула свою команду. И вместе решили запустить фестиваль «Выходи». Организаторам было важно сместить фокус внимания молодежи с компьютерных игр и вредных привычек на зрелищные и очень близкие им виды спорта и уличного искусства. Тут можно научиться прийти с нуля, научиться прыгать, делать трюки, научиться держаться на доске и на всех этих инструментах. Это уличная культура, это то, что актуально, то, что докатилось до нас, и мы это бомбим. Если первый фестиваль проходил только в Архангельске, то второй охватил почти всю область. А это больше 9 тысяч человек и десятки спортивных площадок по всему региону. На 9-й Всероссийской открытой ярмарке событийного туризма проект «Выходи» занял первое место в номинации «Лучшее молодежное мероприятие». Успех на федеральном уровне стал для команды настоящим трамплином. По словам энтузиастов, они с самого начала стремились выстроить диалог молодежи с бизнесом и властью. И благодаря фестивалю им удалось это сделать. Мы организовали этот диалог в такой или иной мере, не всегда с пониманием. Иногда мысли в разных головах разные, но тем не менее этот диалог существует. Благодаря ему как раз, возможно, очень многие проекты с тех, которые есть. Вторым достижением я бы, наверное, назвала рост вот этих вот инициативных ребят, с которыми мы начинали с небольшого фестиваля в Архангельске до уже полноценных организаторов собственных проектов, мероприятий, спортивных учреждений и так далее. Так, например, соратники Натальи по фестивалю превратили любимое хобби в бизнес и открыли единственный в регионе скейт-парк. А недавно столица Поморья заиграла новыми красками. Благодаря арт-фестивалю «Живые истории города». За созданием новых уличных картин наблюдал лично глава региона Александр Цибульский. Кстати, он и поддержал яркую идею молодых художников. Сейчас на сопровождении некоммерческой организации множество локальных проектов, но есть и очень масштабные задумки. В глобальном смысле нам не хватает галереи современного искусства. Не уверена, что мы ее потянем в ближайшее время, но хотя бы какую-то небольшую мастерскую для уличных современных художников. Вот это, наверное, самое основное, самое важное, что мы в ближайшее время хотели бы получить. Наталья уверена, наличие приветливой среды и возможность творческой самореализации помогут решить одну из самых главных проблем региона – отток молодежи.